Штурмом взяли полицейский частный дом в Подмосковье. Там преступники удерживали заложника, за жизнь которого рассчитывали получить 15 миллионов рублей. О личностях потерпевшего и его похитителях. Все подробности спецоперации в сюжете Виктории Коновой. Со связанными руками и мешком на голове этот мужчина провел почти неделю. Все это время его удерживали в частном доме в Подмосковье. Систематически избивали и подвергали истязаниям. Мы из дома вышли, подошел на стоянку, остановились в черной машине. Вышли четыре ребята. Сначала спрашивали, это улица какой, я сразу чувствовал, что за мной переехали. Гражданина Азербайджана похитили среди бела дня в Москве, причем его же земляки. Запихнули в машину и увезли в неизвестном направлении. Минус 15 не сдавалось, они потом начали мне бить, чтобы не может машину засунуть. Потом стреляли мне здесь, живо. После того, как злоумышленники вышли на родственников заложника, требуя с них выкуп в размере 15 миллионов рублей, наслед самих подозреваемых вышли уже полицейские. В этом доме что делаете? Просто отдыхаю. Отдыхаете, это все друзья ваши? Да, знакомые, друзья. А внизу на диване кто лежал? Я не знал. А мне сказали, что их не рост, не запалить просто. Бойцам СОБРа удалось задержать и обезвредить 8 человек. В доме, где скрывались похитители, обнаружен обрез охотничьего ружья и травматический пистолет. Один из злоумышленников в настоящее время находится в федеральном розыске за разбой, совершенный организованной группой. Уголовное дело возбуждено по статье похищения человека. Полицейские главного управления ПЦФО проверяют задержанных на причастность к аналогичным, нераскрытым преступлениям. Виктория Коннова, Евгений Стриха. Место происшествия.